Добрый день, дорогие мои! Мы с вами у подножья горы Бештау. Некоторые переводят это название как «пять гор». И действительно, если вы приехали в Пятигорье и хотите понять, почему оно так называется, так оно называется не потому, что здесь еще есть горы Машук, Верблюд, Железные, Шелудивые, их всего 17 гор, а потому что Бештау, если на него смотреть сверху, оно имеет одну, вот ту, вон ту вершину, главную, и четыре по ребрам Бештау, если стоящие, еще четыре вершины. Поэтому Пятигорье называется не от тех остальных, а вот именно от этой горы Бештау и окружающих его этих высот. И я хочу вам рассказать, конечно, об истории Бештау, потому что на самом деле вот такое простое объяснение, что это «пять гор» переводится так, меня лично не устраивает, потому что есть еще один перевод – это «святой камень», то есть «святая гора», которая действительно по истории была частью святилищ такого поселения, как Русколания. Это поселение в свое время упоминалось даже Ломоносовым, упоминалось многими нашими учеными, и это поселение действительно здесь существовало. А темология говорит, что это разные названия, то есть по-разному. Кто-то расшифровывает, что это русские и аланы здесь жил, Руслания, Алания. Возможно. И причем один из таких вот памятников этого поселения, мы, наверное, с вами еще увидим, на мой взгляд, об этом рассказывает. Но точно есть известие, что те, кто здесь проживал с IV века, были крещеные, они были христиане. И поэтому, когда находятся сейчас памятники этих времен, то у них удивительно хризмы на них изображаются, то есть вот эти равносторонные кресты Константина, которые я, кстати, ношу, такую хризму. И эти хризмы говорят, что здесь первохристиане были очень верующими. Другое дело, как верующие. Вот, на мой взгляд, иногда называют язычниками первохристиан, интерпретируя их богослужение, как языческое поклонение каким-то богам. Ну, с этой точки зрения, слушайте, ну вот я нахожусь на открытом храме. Это Успенский мужской монастырь, и за мной якобы алтарь. Если на самом деле взять и интерпретировать там, с точки зрения какого-нибудь иностранца, вот жертвенник приносит жертву здесь русские, русские, они кто? Ну, мы действительно для Папы Римского язычники и занимаемся не зная чем. Тем не менее, на мой взгляд, язычники 4-5 века, а руссколание еще раньше было образовано, молились Богу так, как умели. Больше того, на мой взгляд, они принесли веру в Бога, Маха, то есть великий. У нас есть Маха Бхарата. Сейчас ряд ученых утверждает, что она была написана в районе между Волгой и Акой, то есть в районе пистяков. Поищите, там очень хорошая статья, доказывающая именно это. Причем топонимика доказывает, что действительно здесь жили те, кто написал Маха Бхарата. Но Маха Бхарата написана под Бога Великого. В Индии он остался как Маха Вишну, то есть великий всепроникающий. Ну а здесь те же самые индоевропейцы. Знаете, что мы относимся все к индоевропейской группе языковой? То есть мы индоевропейцы. Они действительно, переселяясь из Индии, возвращаясь на свое место, могли принести и здесь обосноваться именно с этой верой. Поэтому мы слышим название Эльбруса Ошахо-Маха. Мы слышим название одной из больших гор в этой местности – Машук. 963 метра это. Бештау 1400 метров. Мы с вами слышим название Магаз, Махачкала и много чего другого. Так вот, на мой взгляд, когда христианство пришло сюда, оно поступило так же, как и везде. У нас тоже очень долго христианство, первого христианства оставалось в почитании богов так называемых старых, хотя как они могут быть боги старые, если они уже принадлежали христианам, найдили вот эту хризму, вот этот крест, нашли в Крыму, и он 4-5 века. 4-5 века пришло христианство в Грузию и в Азербайджан. Ой, и в Абхазию, в Азербайджан пришло не христианство. Ну, а здесь почему бы ему не быть, и почему бы не называть тех, кого они здесь почитали, великим богом, и эти формы почитания оставить и потихонечку преобразовывать в те самые христианские, а теперь греческие. Мы с вами сейчас имеем православие греческого толка. Какое было оно русского до того, как наступило греческое, мы с вами не знаем. Поэтому, посещая вот такие места, естественно, вам нужно понять, что святая гора и она святая, возможно, христианская аж уже с 4-5 века нашей эры. И поэтому, как она является самой святой, так и подъём на нёй, и отношение к ней тоже является для нас святыми. Поэтому меня очень радуют вот паломники наши, которые ходят сюда, чтобы получить благодати. Вот такие даже, которые с палочками, еле двигающиеся, и получающие здесь что? Естественно, они здесь получают благодать. Естественно, они здесь получают то, что им и хочется для их здоровья, для их настроений, для их благополучия. Поэтому, конечно, молодые и сильные могут когда-то побывать и на вершине. Ну, а я надеюсь, вам сделал такой хороший подарок и показал. И больше того, вы ещё и услышали звучание колоколов. КОНЕЦ 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 СВЯТО УСПЕНСКОГО МУЖСКОГО МОНАСТЫЯ У ГОРЫ БЕШТАЛ Ну, а мы едем дальше. У нас ещё много посещений. И надеюсь, что эти посещения будут вас радовать. А пока... Аминь. 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 Продолжение следует...